Всем привет, с вами Олег Цукерберг и сегодня мы продолжаем обзор... Обзор обзоров игр, в общем, да? Так, сейчас поставлю микрофон поудобнее. Так, 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 надеюсь он не ёбнется. В общем, сегодня у нас такая игра, как Treasure Adventure Game. Но я не могу первое слово просто прочитать, у меня язык просто ломается. Поэтому я прочитаю это Три Асурии Адвентурия Гаммия. В общем, здесь у нас на выбор как бы Play, Control, About и Out. Вот, в общем, заходим в Play... Нет, лучше вначале зайдём в Controls. Заходим в Controls. Здесь не всё так просто. Игра, опять же, такая платформер 8-битная, как вы понимаете. Поэтому тут и управление немного другое. Например, чтобы нажать на... Далее, как бы, да? То есть не нужно нажимать Enter, надо нажимать Z. И вот с таким вот звуком появляется такая вот менюшка. Сама игра занимает до хрена столько места, но вы посмотрите на эту графику. Как бы тут... Я не знаю, чем занять. Вот раньше игры на Dendy были, например, да? Там место занимали они вообще, ну, килобайты даже, наверное... Не знаю, там меньше килобайта. Ну, в общем, там тысяча миллионов игр входило на один картридж, а тут такая игра. Вот видите, чайки пролетают. Вдалеке стоит остров, это первая версия. Но год 2011, игра сама по себе старая. Вот, поэтому я просто на неё наткнулся. И действительно, сейчас все игры делают в формате 8-бит. Это вообще, я не понимаю, что происходит такое. Люди начали играть. Опять, как, знаете, говорят, мода приходит по-новому. Вот так же и приходит и в играх. То есть вся графика приходит по-новому. Скоро, наверное, игры будут вообще как, знаете, вот... О, блядь, что это такое? Гуси? Ну, ладно, в общем... Блядь, заходите. Короче, это... Тут такое дело, что... Блядь, эти гуси сбили меня с толку. Я забыл, про что говорил. Сейчас я вспомню, подождите. Так, пока на паузу нажму. Ладно, короче, проехали. Я забыл, про что я хотел сказать. Так, итак, начнём. Значит, контрол мы зашли. Обаут не будем. А вот ещё рано. Ну, давайте пла-и, пла-и. Нажимаем за... Блядь, опять же, чайка всё съебалась отсюда. Вот, опять же, тут у нас на выбор, как бы... Та игра, которую я уже проходил. Я её просто запустил, посмотрел. Это вот номер один. Как видите, 0% прошёл. Ну, как бы... Мог бы и пройти побольше. Я просто запустил, чтобы посмотреть, вообще пойдёт она или нет. И что там вообще можно делать. Ну, и next game, блядь. Точнее, new game. Или NF, гамея. Ну, и тоже она прошла... Прошла, блядь, говорю. Пройдена на 0%. Ну, что ж, давайте... Именно её и запустим. Так, тут, в общем... Какой-то переводил... Какой-то чувак, как же его зовут? Гигатун. По-моему, не Гагатун, как есть такой, или Заглатун. А Гигатун. Это какой-то, как я помню, переводчик или это группа переводчиков каких-то. Вот они перевели вообще всю игру. Ну, кроме вот первых титров и последних. Но это мы пропустим. В общем, это не очень интересно, блядь, как пропустить. Так, я не хочу это смотреть, а вот на А пропустить. Ну, и вот. Три Асурия, Адвентурия, Гемия. Зачай, Гаммия. Так, ну вот, мы видим, что мы такие плывём на лодке. В общем, диалоги здесь очень длинные. И, как я читал, и немного там, в общем... Википедии про эту игру посмотрел. Ну, диалоги здесь занимают добрых 45 страниц формата А4. Ну, то есть, представляете, половину, это, можно сказать, книга-игра такая, да? Говорят, что здесь есть какие-то шуточки интересные и прочее. Ну, не знаю, может быть, да, для кого-то, да. Но мне больше интересен сам игровой процесс, чем сюжет какой-то. Ну, вот, именно в этой игре как бы. Хотя здесь игровой процесс он такой простой, больше похож на какой-то чёрный плащ или Супер Марио. Ну, и, как видим, наши чуваки уже на острове, поэтому мы идём к ним. И вот, началась игра. Блядь, как он тормозит. Странно. Что за хрень? Так, ну, и как здесь, как здесь прыгать? А, вот, на х, значит, мы выпрыгиваем из лодки, пугаем эту ворону. Слушайте, это у меня действительно так тормозит эта игра, что ли? Я её запускал, она нормально работала. Что за дела? Это дерево, похоже, на какого чувака тут стоит и глазеет на нас. Так, ну, ладно, это мы пропустим. Тоже диалоги, диалоги. Здесь множество миссий, множество карт. Точнее, не карт, а здесь как бы острова такие. Вот, поэтому каждый остров, как обещают разработчики, будет уникален и не похож на другой. Множество разных мини-игр. Есть такие фишки, типа, например, вы можете плавать на лодке, да, она у вас изначально есть. А можете, ну, также вы можете плавать под водой, но для этого нужен акваланг. Вот, мы взломали дверь, заходим туда. Вот, а чтобы взломать дверь, нам нужно... Блядь, что я говорю? А, я смотрю, я уже заигрался, реально, я уже больше играю, чем делаю какой-то обзор. Вот, в общем, мы видим, что мы присыпаемся. В общем, чтобы под водой плавать, вам нужен акваланг. Так, теперь мы просыпаемся вот такими лысыми, лысым человечком. Идем за бабулей. Выходим на улицу. Ну, и вот очередная заставка. Музыка, кстати, да, тоже. Смотря в какой локации вы играете, музыка также будет как бы неоднообразная, она будет меняться. Ну, и так, начнем, наверное. Так, так, и... Что за дела, куда игра? Двигается ли я? Странно, как-то игра у меня очень тормозит, что ли? Что за такая шлюха в чулках каких-то? Это я, что ли? Нет, это не я, а вот сортир. Ну, и долго они будут это показывать. Так, 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 ну-ну-ну. Не нравится? Нет. А, вот. Вот она, в общем, бабуля. На заднем плане какой-то панк ловит зеленую рыбу. И вот Тину оттуда достает, я, короче, не пойму. Так, ну, здесь он опять базарит, это мы пропустим пока, это нам не нужно. Люди, какие же здесь длинные диалоги, правда. Ну, все, бабка, давай. И, можно быть. Но дайте мне уже поиграть. Так, смотрите, правда у него зеленая рыба. Так, вот, смотрите. Та лодка, про которую я говорил, она у нас изначально есть. Попробуем куда-нибудь уплыть. Оу, метеорит какой-то летает на заднем плане. Так, ну, нырнуть сейчас не получится, я думаю, да, никак. Вот, о, вот, мы и куда-то и приплыли. Вот, 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 какая-то телочка там что-то чинит. Не, ну, слушайте, ну, зончик, конечно. А, вот, видите, я вылез на берег, и лодка сразу же исчезла в карман. Не надо никуда лезть там в мию какое-то, да, чтобы... Чтобы достать эту лодку, и чтобы путь на ней тоже достаточно просто вниз клюкнуть. И вот мы уже на лодке. Итак, сошли мы, значит, на берег. И, как видим, у нас есть такая вот штука. Давайте попробуем обшлёпать её, может быть. Давай, давай, быстрее. Нет, ничего не работает. Она, как бы, на заднем плане. Ну, ладно, замок тоже не ломается. Давайте зайдём сюда, в дом. Тут мы видим какой-то навороченный комп. Давайте посмотрим. Тоже, опять же, ничего из этого. Это всё наебалово. Телефон. Такая, знаете, 8-битная игра на современная мебель и прочее дерьмо. Хладильник. Так, тоже не открывается. Ну, блядь, вообще не открывается. Ладно, в общем, убегаем, оплазмываюсь и круто. Так, в общем, выходим отсюда. Но я не знаю, что ещё просто про эту игру сказать. Как видите, сами она у меня тормозит почему-то. Как-то сюда как запрыгну. О, ещё и цепляется. Ну, в общем, такая вот игра. Как бы мне она понравилась. Она, если бы меня так не тормозило, это её и дальше поиграл, конечно. Но она, блядь, меня тормозит, сами видите. Он медленно тормозит. Да, здесь вон очки, видите, сверху. Монетки и прочее. Ну, типа Марио, конечно. Вот. А так игра как бы интересная, наверное, будет. Не знаю, может быть, я на досуге ещё поиграю. Но сейчас я в её не могу играть, потому что в блядь и в база вообще никуда не годятся. Вот. Поэтому, кому понравилось, можете поиграть. Кому нет, даже и не думайте. Если вы не фанат 8-битных таких адвенчур, или как это называют, адвенчура, адвенчур. Кому как угодно. В общем, если вы не фанат, даже не запускайте эту игру. Вот. Поэтому как-то так. В общем, с вами был Олег Цукерберг. Подписывайся на мой канал. Ставь лайк. Назови друзей. Ну, а если хочешь, вообще ничего не делай. Так что... Всем пока. Ещё в Водекс.